Тамбовская казначейша Играй, да не отыгрывайся Пословица Посвящение Пускай слыву я старовером, Мне все равно, я даже рад. Пишу Онегина размером, Пою, друзья, на старый лад. Прошу послушать эту сказку, Ее нежданную развязку Одобрите, быть может вы, Склонением легким головы. Обычай древненаблюдаем Мы благодетельным вином Стихи негладкие запьем И пробегут они, хромая, За мирную своей семьей К реке забвенья на покой. Тамбов на карте генеральной Кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, Теперь же право, хоть куда. Там есть три улицы прямые, И фонари, и мостовые. Там два трактира есть, Один московский, А другой Берлин. Там есть еще четыре будки, При них два будошника есть. По форме отдают вам честь, И смены им два раза в сутки. Короче, славный городок. Но скука, скука, боже правый, Гостит и там, как над дневой, Поит воспресную отравой, Ласкает черствую рукой. И там есть чопорные франты, Неумолимые педанты, И там нет средства от глупцов И музыкальных вечеров, И там есть дамы просто чудо. Дианы строгие в чипсах, С отказом вечным на устах, При них нельзя подумать худо, В глазах греховное прочтут, И вас осудят, проклянут. Вдруг оживился круг дворянский, Губернских дев нельзя узнать, Пришло известие, Полк Уланский в Тамбове будет зимовать. Улан, ах, такие хваты, Полковник, верно, неженатый, А уж бригадный генерал, Конечно, даст блестящий бал. У матушек сверкнули взоры, Зато они сносные скупцы, И неумолимые отцы, Пришли в раздумье. Сабли, шпоры, Беда для крашеных полов. Так волновался Весь Тамбов. И вот однажды утром рано, В час лучшей девственного сна, Когда сквозь пелену тумана Едва проглядывает сна, Когда лишь куполы собора Роскошно золотит аврора, И тишины известный враг Еще безмолвствовал кабак, Уланы справа по шести Вступили в город. Музыканты, дремля на лошадях своих, Играли марш из двух слепых. Услыша ласковое ржанье Желанных вороных коней, Чье сердце полное внимания Тут не запрыгало сильней. Забыто жаркая перина. Малашка, дура, Катерина, Скорее туфли и платок. Да где Иван? Какой мешок? Два года став не отворяют. Вот став не настиж. Целый дом трет стекла Тусклое сукном, И любопытно пробегают Глаза опухшие девиц Ряды суровых, пыльных лиц. Ах, посмотри, сюда, кузина! Вот этот! Где майор? О, нет! Как он хорош! А конь, картина! Да, жаль он, кажется, корнет. Как ловко! Смело избочился. Поверишь ли, он мне приснился, Я после не могла уснуть. И тут девическая грудь Косынку тихо поднимает, И разыгравшейся мечтой Слегка темнится взор живой. Но полк прошел, За ним мелькает Толпа мальчишек городских, Немытых, шумных и босых. Против гостиницы московской, Притона буйных усачей, Жил некто господин Бабковский, Губернской старой казначей. Давно был дом его построен, Хотя невзрачен, но спокоен. Между двух облупленных колонн Держался кое-как балкон. На кровле треснувшие доски Зеленым мохом просли, Зато пред окнами цвели Четыре стриженных березки, Взамен гордин и пышных стор Невинный роскоши убор. Хозяин был старик угрюмый, С огромной лысой головой. От юных лет с казенной суммой Он жил, как с собственной казной. В пучинах сумрачных расчета Блуждать была ему охота, И потому он был игрок, Его единственный порог. Любил налево и направо Он в зимний вечер прометнуть, Четвертый куш перечеркнуть, Рутеркой пантернуть со славой, И талью скверную порой Запить цемлянского струей. Он был врагом трудов полезных, Трибун тамбовских удальцов, Гроза всех матушек уездных И воспитатель их сынков. Его крапленые колоды, Не раз невинные доходы, Сындеек масла и овса Вдруг пожирали в полчаса. Губернский врач, судья, исправник, Таков его всегдашний круг. Последний был делец и друг, И за столом такой забавник, Что казначейше иногда Сгорит бывало от стыда. Я не поведал вам, читатель, Что казначей мой был женат. Благословил его создатель, Послав ему в супруги клад. Ее ценил он тысяч восто, Хотя держал довольно просто, И не выписывал чипцов ей Из столичных городов. Придав ей таинство науки, Как бросить вздох иль томный взор, Чтоб легче влюбчивый понтер Не разглядел проворной штуки, Меж тем догадливый старик С глаз не спускал ее на миг. И впрямь. Авдотья Николаевна Была прилакомый кусок. Идет бывало гордо, плавно, Чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не запомнят люди Такой высокой, полной груди, Бела как сахар, так нежна, Что жилка каждая видна. Казалось, для нежной страсти Она родилась. А глаза? Ну, что такое бирюза? Что небо? Впрочем, я отчасти поклонник голубых очей И не гожусь в число судей. А этот носик, эти губки, Два свежих розовых листка, А перламутровые зубки, А голос сладкий, как мечта. Она, картавя говорила, Не чисто «эр» произносила, Но этот маленький порог, Кто извинить бы в ней не мог? Любил трепать ее ланит И разнежись старый казначей. Как жаль, что не было детей у них. Для большей ясности романа Здесь объявить мне вам пора, Что страстно влюблена в Улана Была одна ее сестра. Она, как должно, тайну эту Открыла Дуне по секрету. Вам не случалось двух сестер Замужних слышать разговор? О чем тут, боже справедливый, Не судят милые уста? О, русских нравов простота! Я, право, человек не лживый, А из-за ширма фраза два Такие слышал я слова! Итак, тамбовская красотка Ценить умела уш усы. Что ж, знание ее сгубило. Один улан, повес и милый, Я вместе часто с ним бывал, В трактире номер занимал, Окно в окно с ее уборной. Он был мужчина в тридцать лет. Штаб-ротмистер. Строен, как корнет. Взор пылкой, уз довольно черный, Корочий идеал девиц, Одной из славных русских лиц. Он все отцовское имение Еще корнетом прокутил. С тех пор дарами провидения, Как птица божия он жил. Он спать ложас, привык не ведать, Чем будет завтра пообедать. Шатаясь по руси кругом, То на курьерских, то верхом, То полупьяным ремонтером, То волокиты отпускным, Привык он к случаям таким, Что я бы сам почел их вздором, Когда бы все его слова Хоть те не имели хвостовства. Страстьми земными не смущаем Он не терялся никогда. Бывало в деле под картечью, Всех рассмешит надутой речью, Гримасой, фарсой площадной Или неподдельной остротой. Шутя однажды после спора, Всадил он другу пулю в лоб. Шутя и сам он лег бы в гроб. Порой не злобен, как дитя, Был добр и честен, но шутя. Он не был тем, Что волокитой у нас привыкли называть. Он не ходил тропой сбитой, Свой путь умея пролагать. Не делал страстных изъяснений, Не становился на колени, А несмотря на то, друзья, Счастливей был, чем вы и я. Таков-то был штаброд мистер Гарин. По крайней мере, мой портрет Был схож тому назад пять лет. Спешил о редкостях Тамбова Он у трактирщика узнать. Узнал немало он смешного, Интриг секретных шесть иль пять. Узнал невесты, как богаты, Где свахи водятся иль сваты, Но занял более всего Мысль беспокойную его, Рассказ о молодой соседке. Бедняжка, думает Улан, Такой безжизненный болван Имеет право в этой клетке Тебя стереть, И я, злодей, Не тронусь участью твоей. К окну поспешно он садится, Надев персидский архолук, В устах его едва дымится Узорный бисерный чубук. На кудре мягкие надета Ермолка вишневого цвета, С каймой и кистью золотой Дар молдаванки молодой. Сидит и смотрит он прилежно, Вот, промелькнувший, Как во мгле, Обрисовался на стекле Головки милый профиль нежный, Вот будто стукнуло окно, Вот отворяется оно. Еще безмолвен город сонный, На окнах блещет утро свет, Еще по улице мощеной Не раздается стук карет. Что ж казначейшу молодую Так рано подняла, Какую назвать причину поверней, Уж не бессонница люней? На ручку оперши с головкой Она вздыхает, А в руке чулок, Но дело не в чулке, Заняться этим нам неловко, И если правда уж сказать, Ну, кстати, было б ей вязать. Сначала взор ее прелестный Бродил по синим небесам, Потом склонился к поднебесной, И вдруг, какой позор и срам, Напротив у окна трактира Сидит мужчина без мундира. Скорей, штапротмистер, Ваш сюртук! И по делам окошко стук, И скрылось милое виденье. Конечно, добрые друзья, Такая грустная статья На вас навеяло б смущенье. Но я отдам Улану честь, Он молвил. Что ж, начало есть. Два дня окно не отворялось. Он терпелив. На третий день На стеклах снова показалась Ее пленительная тень. Тихонько рама заскрипела, Она с чулком к окну подсела, Но опытный заметил взгляд Ее заботливый наряд. Своей удачей удовольный Он встал и вышел со двора, И не вернулся до утра. Потом, хоть было очень больно, Собрав запас душевных сил, Три дня к окну не подходил. Но эта маленькая ссора Имела участь нежных ссор. Меж них завелся очень скоро Немой, но внятный разговор. Язык любви, язык чудесный, Одной лишь юности известный. Кому, кто раз хоть был любим, Не стал ты языком родным? В минуту страстного волненья Кому хоть раз ты не помог Близ милых уст у милых ног? Кого под игом принужденья В толпе завистливый и злой Не спастый, чудный и живой? Скажу короче, в две недели Наш Гарин твердо мог узнать, Когда она встает с постели, Пьет с мужем чай, идет гулять. Отправится ль она к обедней, Он в церкви, верно, не последней, К сырой колонне прислонясь, Стоит все время не крестясь. Лучом краснеющей лампады Его лицо озарено, Как мрачно, холодно оно, А испытующие взгляды То вдруг померкнут, то блестят, Проникнуть в грудь ее хотят. Давно разрешено сомнение, Что любопытен нежный пол, Улан большое впечатление На казначейшу произвел, Своей странностью. Конечно, не надо было б мысли грешной Дорогу в сердце пролагать, Ее бояться и ласкать. Жизнь без любви такая скверность, А что скажите за предмет Для страсти муж, который сед? Но время шло. Пора к развязке, Так говорил любовник мой, Вздыхают молча только в сказке, А я не сказочный герой. Раз входит, кланяясь при низко, Лакей. Что это? Вот записка, Вам барин кланяться велелс, Сам не приехал, много делс, Да приказал вас звать к обеду, А вечерком потанцевать, Он сам изволил так сказать. Ступай, скажи, что я приеду, И в три часа, надев колет, Летит штап-ротмистр на обед. Амфитрион был предводитель, И в день рождения жены Порядка ревностный блюститель Созвал губернские чины И целый полк, Хотя бригадный заставил ждать себя изрядно, И после целый день зевал, Но праздник в том не потерял. Он был устроен очень мило, В огромных вазах по столам Стояли яблоки для дам, А для мужчин в буфете было Еще с утра принесено В больших трех ящиках вино. Вперед под ручку с генеральшей Пошел хозяин, Вот за стол уселся от мужчин подальше Прекрасный, но стыдливый пол, И дружно загремел с балкона Средь утешительного звона, Тарелок, ложек и ножей Весь хор уланских трубачей. Обычай древний, но прекрасный, Он возбуждает аппетит, Порою, кстати, заглушит Между двух соседей говор страстный, Но в наше время решено, Что все старинное смешно. Родов, обычаев боярских, Теперь и следу не ищи, И только на перах гусарских Гремят, как прежде, трубачи. О, скороль, мне придется снова Сидеть среди кружка родного С бокалом влаги золотой При звуках песни полковой. И скороль ментиков червонных Приветный блеск увижу я В тот серый час, когда заря На строй гусаров полусонных И на бивак их у леска Бросает луч из-под тишка. С Авдотьей Николаевной рядом Сидел штаб-ротмистер удалой, Впился в нее упрямым взглядом, Крутя усы одной рукой. Он видел, как в ней сердце билось, И вдруг, не знаю, как случилось, Ноги ее, или башмачка, Коснулся шпору он слегка. Тут начались извинения, И завязался разговор. Два комплимента, нежный взор, И уж дошло до изъяснения. Да-да, как честный офицер. Но казначейша не пример. Она в ответ на нежный шепот, Немой восторг спеша сокрыть, Невинной дружбы тяжкий опыт Ему решилась предложить. Таков обычай деревенской. Помучить способ самый женский, Но уж давно известна нам Любовь друзей и дружба дам. Какое адское мученье Сидеть весь вечер тет-а-тет С красавицей восьмнадцать лет. Вообще я мог в году последнем В девицах наших городских Заметить страсть К воздушным бредням И мистицизму. Бойте с их. Такая мудрая супруга В часы любовного досуга Вам вдруг захочет доказать, Что два и три совсем не пять, Или вместо пламенных лапзаний Магнетизировать начнет. И счастлив, мушка ли заснет? Плоды подобных замечаний Конечно, мог не ведать мир. Но польза, польза мой кумир. Я бал описывать не стану, Хотя это был блестящий бал. Весь вечер моему улану Амур прилежно помогал. Увы. Не веруют Амуру ныне. Забыт любви волшебный царь. Давно остыл его алтарь. Но за столичным просвещением Провинциалы не спешат. И сердце Дуни покорилось. Его сковал могучий взор. Ей дома целую ночь Все снилось, Брецанье сабли или шпор. Поутру, встав в часу в девятом, Садится в шлафоре измятом Она за вечную канву. Все тот же сон и наяву. По службе занят муж ревнивый. Она одна. Разгул мечтам. Вдруг дверью стукнули. Кто там? Андрюшка. Ах, тюлень ленивый. Вот чей-то шаг, И перед ней явился. Только не Андрей. Вы отгадайте, конечно, Кто этот гость нежданный был. Немного, может быть, поспешно Любовник смелый поступил, Но, впрочем, взявши в рассмотренье Его минувшее терпенье И рассудив, легко поймешь, Зачем рискует молодежь. Кивнув легонько головою, Он к Дуне молча подошел И на лицо ее навел Взор, отуманенный тоскою. Потом стал длинный ус крутить, Вздохнул и начал говорить. Я вижу, вы меня не ждали, Прочесть легко из ваших глаз. Ах, вы еще не испытали, Что в страсти значит день, Что час. Среди сердечного волнения Нет сил, нет власти, нет терпенья. Я здесь. На все решился я. Тебе я предан. Ты моя. Немелочные толки света. Ничто, ничто не страшно мне. При зренье светской болтовне Или я умру от пистолета. О, не пугайся, не дрожи. Ведь я любим. Скажи, скажи. И взор его притворно скромный, Склоняясь к ней, то угасал, То, разгораясь страстью томной, Огнем сверкающим пылал. Бледна в смущенье оставалась Она пред ним. Ему казалось, что через минуту Для него любви наступит торжество. Как вдруг внезапный и невольный Стыд овладел ее душой. И, вспыхнув вся она рукой, Толкнула прочего. Довольно. Молчите. Слышать не хочу. Оставитель. Я закричу. Он смотрит. Это не притворство. Не шутки, как ни говори, А просто женское упорство. Капризы, черт их побери. И вот, о, верх всех унижений, Штаб-ротмистер преклонил колени И молит жалобно, Как вдруг дверь настишь И в дверях супруг. Красотка. Ах! Они взглянули Друг другу сумрачно в глаза, Но молча разнеслась гроза. И Гарин вышел. Дома пули и пистолеты снарядил, Присел и трубку закурил. И через час ему приносят Записку грязную лакей. Что это? Чудо! Нынче просит к себе Навистик казначей. Он именинник, будут гости. От удивления и злости Чуть не задохся наш герой. Уж не обман ли тут какой? Весь день проводит он в волненье. Настал и вечер, наконец. Глядит в окно. Каков хитрец! Дом полон, что за освещенье! А все засунуть или нет? В карман на случай пистолет. Он входит в дом. Его встречает она сама, Потупя взор. Вздох полновесный прерывает Едва начатый разговор. О сцене утренней ни слова. Они друг другу чужды снова. Он о погоде говорит. Она даст, нет и замолчит. Измучен тайною досады Идет он дальше в кабинет. Но здесь спешить нам нужды нет. Притом спешить нигде не надо. Итак, позвольте отдохнуть, А там докончим как-нибудь. Я жить спешил в былые годы. Искал волнений и тревог. Законы мудрой природы Я безрассудно пренебрег. Что ж вышло? Право, смех и жалость. Сковало душу мне усталость, А о сожаленье день и ночь Твердит о прошлом. Чем помочь? Назад не возвратят усилия. Так в клетке молодой орел, Глядя на горы и на дол, Напрасно не подъемлет крылья, Кровавой пищи не клюет, Сидит, молчит и смерти ждет. Уже ли счастый возраст, милый, Когда все сердцу говорит, И бьется сердце с дивной силой, И мысль восторгами кипит? Не все ж томится бесполезно Орлу за клеткою железной. Он свой воздушный прежний путь Еще найдет когда-нибудь, Туда, где снегом и туманом Одеты темные скалы, Где гнезда вьют одни орлы, Где тучи бродят караваном, Там можно крылья развернуть На вольный и роскошный путь. Но есть всему конец на свете И даже в испреннем мечтам. Но к делу, Гарин в кабинете. О чудеса! Хозяин сам его встречает с восхищением, Сажает, подчует вареньем, Несет шампанского стакан. Иуда, мыслит мой улан. Толпа гостей теснилась шумно Вокруг зеленого стола. Игра уж дельная была, И банк, притом благоразумный, Его держал сам казначей Для облегчения друзей. И так как господин Бабковский Великим делом занят сам, То здесь блестящий круг Тамбовский, Позвольте мне представить вам. Во-первых, господин советник, Блюститель нравов, мирный сплетник. А вот уездный предводитель, Весь спрятан в галстук, Фраг до пят, дискант, Усы и мутный взгляд. А вот спокойствие рачитель, Сидит и сам исправник, Но об нем уж я сказал давно. Вот в полуфрачке Раздушенный времен новейших метрофан, Не тесанный, недоученный, А уж безнравственный болван. Доверье полный имей к игре И знанию казначея Он понтирует, как велят, И этой чести очень рад. Еще тут были, Но довольно. Читатель милый будет с вас. Итак, несвязный мой рассказ, Перу покорствую невольно, И своенравию чернил, Бог знает, чем я испестрил. Пошла игра. Один бледнее рвал карты, Вскрикивал другой, Поверить проигрыш не смея, Сидел с поникшей головой. Иные при удачной талье Стаканы шумно наливали И чокались, Но банкомет был немымрачен. Хладный пот по гладкой лысине струился. Он все проигрывал дотла. В ушах его, Да она взяла, Так и звучали. Он взбесился И проиграл свой старый дом И все, что в нем или при нем. Он проиграл коляску, дрожки, Трех лошадей, Два хомута, Всю мебель, Женины сережки, Короче, Все, Все До чиста. Отчаянье И злости полный Сидел он бледный И безмолвный. Уж было заполночь, Треща, Одна погасла уж свеча, Свет утро синевато-бледный Вдоль по туманным небесам Скользил. Уж многим игрокам Сон прогулять Казалось вредно, Как вдруг, Очнувшись, Казначей Внимание просит у гостей. И просит важно позволенье Лишь талью прометнуть одну, Но с тем, Чтоб отыграть именье, Иль проиграть уж и жену. О, страх! О, ужас! О, злодейство! И как до ныне казначейство Еще терпеть его могло? Всех будто варом обожгло. Улан один прихладнокровно К нему подходит. Очень рад, Он говорит, Пускай шумят. Мы дело кончим полюбовно, Но только чур не плутовать, Иначе вам не сдобровать. Теперь кружок понтеров праздных Вообразить прошу я вас. Цвета их лиц разнообразных, Блистанье их очков и глаз, Потом усастого героя, Который понтирует стоя. Против него между двух свечей Огромный лоб, Седых кудрей, Покрытый редкими клочками, Улыбкой вытянутый рот И две руки с колодой. Вот и вся картина перед вами, Когда прибавим вдалеке Жену на креслах в уголке. Что в ней тогда происходило, Я не берусь вам объяснить. Ее лицо изобразило так много мук, Что, может быть, Когда бы вы их разгадали, Вы поневоле б зарыдали, Но пусть участие слеза Не отуманит вам глаза. Смешно участие в человеке, Который жил и знает свет. Рассказы вымышленных бед В чувствительном прошедшем веке Немало проливали слез. Кто ж в этом выиграл? Играл. Вопрос. Недолго битва продолжалась, Улан отчаянно играл. Над стариком судьба смеялась, И жребий выпал. Час настал. Тогда Авдотья Николаевна, Встав с кресел, Медленно и плавно, К столу в молчанье подошла. Но только цвет ее чела Был страшно бледен. Обомлела толпа. Все ждут чего-нибудь. Упреков, жалоб, слез. Ничуть. Она на мужа посмотрела И бросила ему в лицо Своё венчальное кольцо И в обморок. Ее в охапку, Схватив с добычей дорогой, Забыв расчеты, Саблю, шапку, Улан отправился домой. Поутру вестью забавной Смущен был город благонравный. Неделю целую спустя, Кто очень важно, Кто шутя, Об этом все распространялись. Старик защитников нашел. Улана проклял милый пол. За что мы, право, Не дознались? Не зависть ли? Но нет, нет, нет. Уж я не выношу клевет. И вот конец печальной были Или сказки, Выражусь прямей. Признайтесь, Вы меня бронили, Вы ждали действия, страстей. Повсюду нынче ищут драмы, Все просят крови, Даже дамы. А я, как робкий ученик, Остановился в лучший миг Простым нервическим припадком, Неловко сцену заключил, Соперников не помирил И не поссорил их порядком. Что ж делать? Вот вам мой рассказ. Друзья, Покамест будет с вас.